Кубок Двора 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 Кроме этого мяча в финале «Факел» забил еще четыре Их соперник команда «Луч» ответила лишь трижды Финальный свисток зафиксировал сильнейший на турнире команда «Факел» Соперники сильные были? Ну да, конечно Расскажи поподробнее сколько кто забивал у вас в команде? Олег забил не знаю штуки два может Кабыш и Влад забил тоже кто там еще забивал Кто у вас лучший игрок? Ну не знаю Вратарь, наверное Хорошая команда прекрасная Довольно кубком? Вполне Турнир стал традиционным Восьмой раз мы проводим его соревнования две группы по восемь команд с каждого района города Ну кроме этого естественно активно уделяется в другим направлениям не только футбол развития Мы акцентируем внимание на развитие детского творчества в целом ну и в частности спорта Кубок Двора в Могилеве проводился уже восьмой раз и то, что турнир стал традиционным в этом большая заслуга вдохновителя Николая Подшиваленко ветерана советского и белорусского футбола Благодаря его стараниям турнир стал одним из самых популярных среди подростков От дворового футбола к профессиональному матчи 1-16 Кубка страны прошли на выходных Могилевский Днепр встречался в Сморгоне с местным клубом и уверенно победил со счетом 2-0 Галы на счету Терещенко и Гаврюшко В еще одном матче любительский клуб Гродненский не устоял против Бобруйской Белшины уступив приезжей команде со счетом 1-4 И уже в понедельник в Доме футбола состоялась жеребьевка 1-8 финала На данной стадии турнирах 12 командам преодолевшим предыдущий квалификационный раунд присоединятся лучшие футбольные клубы страны прямо сейчас А это Батэ Борисов Шахтер Солигорск Динамо Минск и Неман Гродно Итак согласно жеребьевке Могилевский Днепр в 1-8 финала Кубка страны сыграет с Минским Динамо Матч пройдет дома А Бобруйская Белшина примет звезду БГУ из столицы Игры запланированы на 23-24 августа Продолжаем наш выпуск В финальном матче международного хоккейного турнира на призы председателя Бобруйского горосполкома хозяева площадки команда Динамо Шинник выиграла у Белых Медведей из Челябинска со счетом 4-1 и завоевала титул чемпионов турнира В матче за бронзу Минская юность обыграла питерских Серебряных Львов со счетом 7-2 Могилевчанин Антон Прилепов стал серебряным призером чемпионата Европы по стрельбе из лука который завершился в армянском Эчмядзине Для Антона Прилепова это вторая награда нынешнего континентального форума Двумя днями ранее он завоевал бронзу в смешанном разряде выиграв у Кинов Самая велосипедная деревня страны Мышковичи в Кировском районе вот уже в 46-й раз собрала сильнейших на сегодняшний день велогонщиков в Беларуси Традиционные соревнования Мемориал Орловского одни из самых авторитетных тут крутили педали владельцы титулов олимпийских чемпионов мира, Европы не говоря про победителей этапов на Тур-де-Франц в Уэльте других известных гонках в этом году Тур-де-Мышковичи немного изменил дату проведения но все равно состоялся и собрал лучших знаете прекрасная трасса да вот какие-то ощущения добавляют после снятия гонок ну трасса в принципе здесь такая получается равнинная но она всегда проходила в конкуренциях такой серьезной почему? потому что мы знаем что на равнине развиваются на равнинных соревнованиях они всегда высокие скорости здесь правда сегодня безветвенно да вчера гонка проходила с таким порывом ветра и поэтому сложно было здесь спортсменам сохранить группу естественно что группа в конце концов она приехала целыми какими-то маленькими группками из которых уже поделялся победитель этих соревнований то есть не был такой массовый финиш понимаете то есть это говорит о том что спортсмены все-таки максимум выложились для того чтобы создать таких более экстремальных условий для победителя и приятно что в этом году победителем соревнований стал воспитанник Могилевской школы велоспорта Василий Строков ну мы как бы командой сработали уехали там сначала ну наших три там ну из Минской области три человека когда понял что все уже группового выиграли ну я понял это где-то за круг до финиша ну было три я за круг до финиша понял что мы так и доедем это первая победа нашей школы в групповой гонке за долгое время спасибо Мышковичам за праздник велоспорта и будем ждать сорок седьмой встречи на том же месте через год А на сегодня все это была программа Спорт М Спорт Могилевской области встретимся уже в четверг на телеканале Беларусь 2 счастливо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова